Добрый день! Я рада всех приветствовать на своем канале Моя Тепличка. Сегодня я хочу посеять, как правильно сказать, мяту на рассаду. Можно таким же способом высадить и мелису себе на рассаду. Скажете, ну зачем так заморачиваться, когда можно купить уже готовые там или кто-то из соседей поделится. А вы знаете, кто-то не хочет просить, попрошайничать. И поэтому он может все сделать сам. Своими руками он может вырастить ту же мяту или мелису у себя на подоконнике рассадой, высадить столько, сколько ему хочется для его души и спокойно весной пересадить на свои грядочки. Так что я считаю, что вот этот способ посева мелисы либо мяты на рассаду это идеальный. То есть не надо ни у кого не просить, ни бегать, ни искать. Все можно вырастить. И в принципе дешево и сердито. И также вы можете эту мяту высаживать или выращивать у себя на подоконнике круглый год. Вам не надо там выкапывать эти корешки и заносить домой. Вот, пожалуйста, своими ручками вырастили рассаду. Конечно, нужны фитолампы. Тут уже спору нет. Любая рассада, особенно вот мелкосемянная, она не присыпается сверху землей и выращивается именно под фитолампами. Но вы будете круглый год с хорошим ароматным чаем. Чай с мелисой или с мятой это что-то божественное. Еще маленький кусочек туда лимончика и вообще это шедеврально. Давайте все-таки правильно высадим, как нужно, скажем так, какими способами я пробовала. И вот единственный, который мне нравится, я бы хотела и вам его порекомендовать. Может быть, кто-то и впрямь послушает меня, вырастет себе мяту на подоконнике, а потом впоследствии высадит ее в огородик. Для того, чтобы нам посеять мяту, красавицу, она невысокая, где-то 50-40-50 сантиметров. Кубанская 6. Мы берем, делаем себе вот такую улиточку-трансформер. Земля прекрасно держится. Главное, чтобы был грунт смоченный. Не такой вот прям, как грязь, а чтобы он хорошо рассыпался в ручку. Грунт я беру АТП от Каченко, я уже говорила, биогумоса немножко. И приходится теперь уже работать со своей садовой землей. Поэтому обязательно проливаю фитоспорином. Пока больше ничего такого не пробовала на своем грунте. Можно фунгицидами, но давайте уже для своей рассады обойдемся и марганцовочкой, чем-то вот таким вот, да. Ну что ж, сделали для себя улиточку. Вот у меня улиточка-трансформер. Идеальная, я считаю, улитка. Вообще шикарная и хорошая. И чтобы нам посеять наши семена, которые мелкие-мелкие, мы берем и проливаем свой грунт кипятком. Но не такой крутой прям кипяток. А налили вот заварничок, как у меня. Постоял он немножечко, ну градусов так, чтобы была у нас водичка, 60. И проливаем свою улиточку-трансформер. Не знаю, видно, не видно, что водичка у нас горяченькая. Хорошо пролили свою улиточку кипяточком. Но не крутым, ни в коем разе не крутым, чтобы нам не сварить наши семена. Теперь берем семена. Они, видите, очень меленькие. Поэтому мы мелкосемянные все сажаем поверхностно. И вот так вот, как присаливая, пошли по кругу высевать свои семена. Вот так вот у нас хорошо с вами получилось. Мы посеяли свою мяту на рассаду. Теперь что мы... Ой, некуда положить. Что мы делаем дальше? Семена мелкосемянные мы ни в коем разе не присыпаем. Я беру распылитель и добавляю капельку HB-101. Прям маленькую капельку. Он очень хорошо выдавливается. Не знаю, увидите, нет. Вот прям он, капелька это раз. И даже если вы не хотите, она уйдет обратно, когда вы отпустите свои пальчики. Все, добавили HB-101. Куда я делала? И теперь сверху мы прольем семена своей мяты HB-101. Вот. Вот так вот. Идеально у нас все с вами получается. Берем пакетик и накрываем свою рассаду. Можете, знаете, даже как вот так вот сделать. Берете пакетик, ставите ее в пакет. И чтобы вам не накрывать, вы вот так вот ее, как будто, вот знаете, делаете, вот запаковываете. Все. Либо вот так завязали, либо какую-нибудь веревочку. И у вас прекрасно прорастут ваши семена. Обязательно убираем под фитолампу. И где-то должна быть высота 15 сантиметров над нашей улиточкой трансформера. И вот тогда точно 100% все наши семена проклюнутся. Мята нас порадует своей рассадой. Будет крепенькая, красивенькая. Я вам впоследствии покажу. И мы будем с ароматным, вкусным чаем. А с вами была Вера и мой канал Моя Тепличка. Может быть, кому-нибудь понравится вот такой же посев мяты на рассаду. Моя Тепличка.